Мы организовывали конференцию Евразии, она прошла в день открытия. Это не первый раз, когда мы в Мюнхене делаем конференцию. Два года назад мы делали конференцию, которая называлась «Русский день». Но нам хотелось расширить немножко географию и пригласить к диалогу не только российские компании, и рассказать не столько и не только о российском рынке, а о рынке Евразии. Потому что, с одной стороны, и выставка транспорт-логистик, конечно, надо отдать должное. Это одна из крупнейших, наверное, в мире транспортно-логистических выставок. И слоган конференции был «Евразия – территорию, которая изменит логистика». Мы полагаем, что сейчас, как раз во время кризиса, меняются и логистические схемы, и инвестиционные проекты. Либо по-другому проходят, либо реализуются в других местах. То есть карта логистическая перекраивается. Потому что, с одной стороны, Россия большая страна, и это единая страна. Но, с другой стороны, и в каждом регионе есть свои особенности, и в каждой отрасли есть свои особенности. Говоря о среднем и малом бизнесе, надо отметить, что для них это большой шаг выйти за пределы своей страны. И очень часто получается, что вся концентрация идет на том, что они выехали, вот они приехали. И вот они находятся на выставке. И когда проходит первый день выставки, многие компании осознают, что, в принципе, работа на выставке, она готовится месяцами. И вот, наверное, это большая проблема, потому что это не требует больших денег, но это требует опыта. И сейчас, наверное, происходит перераспределение. В принципе, очень интересно наблюдать, какие компании остались на плаву, а какие компании имеют трудности. Наверное, выставка – это хороший катализатор.